Всем привет! Опять вы слышите этого Халецкого, который сегодня как с шестой цивой не успокоится, снимает постоянно серии, выкладывает. В общем, я там вчера угорел до пяти утра, вам первые семь серий делал, и только сейчас почитал комментарии, проснувшись. Посвящу эту серию ответом на ваши вопросы, самые наболевшие. Пожалуй, такой самый популярный и большой, и важный вопрос, наверное, отсутствие штрафов за количество городов. Вот, например, такой комментарий. Я так и не понял, ограничивает ли что-то расселение, отсутствие штрафов на количество городов удручает. Высокие империи, что идут лесом, все теперь будут расселяться с маленькими городами и строить армию. В начале, вот, по первым сериям я тоже так думал, но сейчас у меня все-таки большие сомнения по этому поводу. Во-первых, очень важно, теперь я так понимаю, место постановки города. Очень важно ставить город рядом с рекой. Вот, например, я Спарту, все-таки, видимо, надо было объявлять войну Англии, захватывать ее город, не давать ей тут ставить, и самому Спарту рядом с рекой ставить. Родос, Пергам и Эфес вообще, в принципе, кажутся такие немножко мусорные города, возможно, я с ними поспешил. Ну, в любом случае, очень важно вот это самое жилье, которое как раз ограничивает рост. Но вы меня спросите, так а что мешает много маленьких городов поставить? А то, что они хреновые тогда. Да, тут, видите, получается, что разработчики именно с помощью районов попытались ограничить города. Как вот раньше у нас в пятой циве. Ты ставишь много городов маленьких, и они уже нормально клепают армию, там, всякое производство и прочее. Здесь, как мне кажется, города без районов, они не будут давать то, что от них требуется, грубо говоря. То есть, они не будут такими нормальными. Более того, как видите, атака городов очень сложна. То есть, ладно, предположим, чувак поставит в начале много маленьких городов, построит даже огромную армию, пускай. Но, честно говоря, город со стеной, а стена тут довольно быстро строится. А если еще взять и... Слушайте, а что это такое? Это какое-то чудо. Чувак какое-то чудо строит. Монсен Мишель строит. Взять город со стеной, вы сами видели, как у меня катапульта обстреливает, будет очень сложно. То есть, тут если строить армию, то идти скорее грабить местность. Возможно, будут какие-то корректировки в балансе, но все выглядит так, что лучше поставить не много, но и немало городов в хороших местах, где есть жилье. То есть, жилье в том плане, что будет для города возможность строить... Строить... Расти, расти. И строить районы. Причем, вот смотрите, изначально районы, они ничего не дают. Ну, тут уже... Уже у меня тут дают районы. То есть, ты строишь район и, считайте, уничтожаешь ресурсы на этой клетке, где ты этот район строишь. То есть, надо еще заранее будет продумывать планировку. И потом, когда уже в этом районе у тебя начинают появляться здания, тогда этот район начинает что-то выдавать. В данном случае, видите, уже 4 культуры, потому что есть амфитеатр. Кстати, если я уберу жителя... Блин, залочил. Блин, а как мне его и убрать-то? Что это за хрень? Так, подождите, вот я залочу, например. Ага, убралось только 2 культуры почему-то. То есть, горожанин просто 2 культуры... Ну, ладно, еще с этим разбираться надо. Так вот, мало построить район. Надо еще, чтобы были жители, которые бы его обрабатывали, и здания в них. То есть, на самом деле, высокие города будут выгоднее, просто потому что они смогут больше районов обрабатывать. И самое главное, что по ходу... Я, правда, говорил об этом в первом обзоре 6-й цивы, что, пожалуй, тут придется делать специализации городов. Тоже очень важно. То есть, например, города около гор все-таки будут либо научными, либо религиозными. Строить во всех городах все районы будет нецелесообразно. Лесообразно это точно. Видите, всего 12 районов. То есть, мне уже 12 клеток надо занять, как минимум. Какие-то районы, конечно, нужны будут везде. Например, вот Акведук явно везде нужен, чтобы город рос. Там, какой еще район? Вот Акрополь, например, так как это уникальный район Греции, наверное, везде нужен в данном случае. Но военный район точно не везде. Значит, военный понадобится в городах, на которые могут напасть, и в которых вы планируете юниты строить. Так что здесь все-таки через расселение будет играть сложно. Ну вот смотрите, где мне вот сейчас ставить еще города? Так, включим линзу для поселенца. Видите, вот это, вот тут вообще нету жилья, да? Вот, три жилья, например, и по побережью по одному. Ярко-зеленый это плюс три жилья, бледно-зеленый плюс один. И белый вообще нет воды, а красный вообще близко к городу. Я понимаю, что тут будет, наоборот, даже минус какой-то идти, скорее всего. То есть тут прибрежные воды всего плюс одно жилье. Ну, видимо, на побережье тоже неплохо ставить. И вот, в принципе, где мне еще тогда ставить города? Куда мне еще поставить? Вот, возможно, здесь, но нафига мне сюда везти? Здесь как-то ресурсов много, но не хочется туда ставить, потому что нету жилья. То есть эти города будут плохо развиваться. Соответственно, я тут не смогу много районов поставить. Ну, вот как вот в Пергаме, например, или в том же Врадосе. То есть вот важно было ставить по речке. Надо было вот тут где-то Аквилея тоже занимать город, забивать на то, что Рим мне там что-то говорит. И ставить города... Вот видите, у Рима, кстати, у Танца не на реке стоит тоже. А так вообще вот компьютер все по речке ставит. Все по речке, по бережочку. То же самое касается и Англии. Здесь надо просто еще разобраться в том, какая местность на что влияет и что дает. Ну, видите, у японцев все по речке стоит. Но не похоже на то, что тут расселение будет... Ну, я думаю, что игроки придумают разные стратегии то и то. Но я вот не думаю, что тут расселение самое важное получается. Потому что, чтобы получать бонус от этих городов, они действительно должны вырасти и построить еще районы. А они, эти города, должны расти. Так что здесь должна быть какой-то баланс. Тут, конечно, не будет такой стратегии. Высокие города и расползание. Но что-то... Какой-то гибрид, видимо. Дальше. Следующий важный вопрос был по поводу демографии. Да, конкретно демографии нет. Тут невозможно, вот как одной кнопкой, посмотреть даже, вот смотрите, в настройках. О, кстати, в интерфейсе же был... Мне написали, что в интерфейсе есть какая-то кнопка для интерфейса, чтобы масштабировать интерфейс. Ага, вот у нас масштабирование интерфейса. Давайте его попробуем включить. Не, нифига, не включается. Так, ну не работает вот это масштабирование интерфейса. Тут написано, что можно увеличить размер интерфейса, но доступно только для определенных разрешений. Я думаю, что это просто пока не реализовано для пресс-версии. Я уверен, что это будет возможно в игре, так что... Да, просто мелко. Вот сейчас ощущение, что игра мелковата. Поэтому я думаю, что это должно быть. Я уверен, что разработчикам об этом многие сообщают, что мелко. Возвращаясь к демографии, видите, даже горячей клавиши для демографии нет. Кое-как демографию заменяет экран рейтинга. Покажу. F1. Вот тут более-менее что-то можно посмотреть, что создано. Вот показать подробности. И по очкам, то есть вот это очень все похоже на то, что в 5-й Циве, в Beyond Earth. По этим очкам можно судить, кто на каком развитии. Ну вот я сейчас, получается, 223. Ой, вообще уже на первом месте, да? Ну вот можно, например, сравнить социальные институты. 52. Есть кто-нибудь, кто больше, чем я, открыл социальных институтов? Никого. Ну естественно, у меня культура же немерена. Империя. Кстати, тут никакой пояснений нет, но я думаю, наверное, будет еще в будущем. Технологии 36, 46. По технологиям, наверное, Испания будет впереди. А нет, даже я по технологиям 48. Ну блин, уровень сложности князь, что тут такого? Наука. Ну это все победы, какие победы можно одержать. Так что вот только если счет. Конкретной демографии нет. Но я опять же думаю, что это будет еще в шпионаже. Мы же еще ни одного шпиона не посадили. Так что подождите. Смотрите в дальнейших сериях. В комментариях обратили внимание на экран города, что есть еще две кнопки. Но это опять же не про производство. Это просто список того, что тут построено и какие районы есть. Видите, центр коммерции плюс 5 золота дает. Акрополь плюс 6 культуры. И центр города от монумента и от амбара вот тоже что-то дается. И какие торговые посты тут построены. Вот Япония ко мне в Спарту отправляла торговый караван, поэтому ее торговый пост тут есть. Ну и мой конкретно тоже. Давайте на Афиму переключимся. Здесь больше всего интересного будет написано. Видите, каждая зона дает именно свой выхлоп. Промышленное производство, научное науку и так далее и тому подобное. Так что опять же здесь производство не написано. Но я нашел немножко в другом месте. Вот оно. Вот мастерская. Значит, у меня город дает 29 производства вход. И вот сколько накоплено. Немножко дебильно, но... Но оно есть. Кроме того, кстати, я еще не посмотрел. Мне было интересно, можно ли купить районы за деньги. Нет. Можно только, видите, здания и юниты за деньги покупать. То же самое касается и покупок за веру. Это видео создано при поддержке справочника и карты 2GIS. В мобильном 2GIS есть возможность быстро авторизоваться через социальные сети. Избранные адреса будут храниться в личном кабинете и синхронизироваться на разных устройствах и в онлайн-версии. 2GIS, если быть точным. Вот еще хороший вопрос был по поводу ресурсов, которые можно вырубать. После вырубки они со временем восполняются, меня спрашивают. Ну, и, кстати, еще у меня был вопрос по поводу цивилопедии. Есть ли тут цивилопедия? Вот она. Цивилопедия, все есть. В общем, не могу найти про урожай ничего. Но я уверен, что она не восстанавливается. Я не видел ни в видео нигде, ничего, что это восстанавливается. Более того, еще и если строить районы на этих ресурсах, они просто исчезают вообще в любом месте. То есть даже вот просто на лугах уже нету двух еды, да. Если построить на бананах, то бананы исчезнут, вам ничего не дастся. То есть тут надо будет продумывать даже какие ресурсы вырубать. То есть я думаю, будет даже такая тактика быстрого отжора города мгновенного, когда, например, рис собираешь урожай, рис исчезает, но ты понимаешь, что ты на его месте поставишь какой-то район. А при этом у тебя Афины, например, вырастут с одного там, ну там, с трех жителей сразу до семи жителей. Не знаю, правда, сколько тут еды сразу дастся и как это на рост повлияет. Более того, интересная система стратегических ресурсов. Если у вас, ну, тут нету у стратегических ресурсов счетчика как такового, то есть вот если у меня будет железо, то я буду просто одно железо добывать. Там нету в этом месторождении там шесть железа или восемь, просто одно. Так вот, если у меня одно железо, то я могу строить юнит только в военном лагере. А если у меня уже два железа, то я могу строить их в любом месте, ну, в любом городе, даже без военного лагеря. А, ну и, естественно, для морских юнитов, если у вас есть только один ресурс, то морские юниты вы сможете только в гавани строить. Но если у вас два ресурса, то прям в самом городе тоже можно построить. Ну, много комментариев по поводу мультяшности, графики. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Я лично уже начинаю привыкать. Единственное, что меня не устраивает, это отображение холмов. Действительно, тоже в комментариях правильно сказали, что в пятой циве холмы были четко понятны. Вот это холм. А здесь мне приходится наводить постоянно мышкой и уточнять, холм ли это или нет. Вот это мне пока не очень нравится, но я думаю, либо поправят это дело, либо мы привыкнем. По поводу ресурсов тоже люди писали, что не очень понятны иконки, но зато ресурсы лично мне очень понятны визуально просто, как они выглядят. То есть я уже и с медью разобрался примерно, и с красителями, и с камнем, и с серебром, и с овцами. То есть оно вот визуально очень само по себе нарисовано понятны. Чай тоже понятен. По-моему, опять же, надо будет играть и смотреть дальше. Вернувшись к ресурсам, еще... Ну, тут опять же тоже разделение, что и в пятой циве. Есть бонусные ресурсы, стратегические и ресурсы роскоши. То есть бонусные вы можете просто вырубать, и если вы на них что-то построите, то, ну вот те же коровы, да, можно вырубить или камень, или там бананы. Это просто бонусные. Стратегические ресурсы дают возможность юниты какие-то определенные строить. А вот, ну или там, наверное, здание еще дальше будет. То есть они дают возможность что-то производить. А вот ресурсы роскоши, они влияют на счастье. Причем здесь счастье поменялось. Тут нет общего счастья. Для каждого города счастье считается отдельной. И то же самое касается лимита жилья. Причем каждый ход. Каждый ход это все пересчитывается заново, и меняются эти величины. Конечно, с механикой еще надо разбираться, но вот спрашивали, есть ли автоматическая разведка у скаутов. Да, есть, вот она, автоматическое исследование. Тут вообще у всех юнитов это есть. Вот, пожалуйста, автоматическое исследование. Ну, то есть, как и в пятой циве, тут ничего нового. Кстати, интересно, можно ли поставить на автомат рабочих. Вот тут надо дальше посмотреть. Дальше, интересно, мне еще правильно сказали по поводу границ. Если в таких вот пунктирных линиях, да, написано, нарисовано, значит, тут открытые границы. Значит, я могу заходить в границы этих городов или наций. Вот у наций у меня сейчас у всех закрытые границы, поэтому я не могу вам показать. Значит, а если закрытые, то сплошной линией. Более того, до открытия ранней империи, вот в социальных политиках, вот ранняя империя, до этого момента, все, у всех границы открытые. Можно ходить, тусить, там, куролесить и прочее, прочее. Как только ранняя империя открыта, все, уже надо просить право прохода. Тоже, по-моему, интересно сделано. Еще, еще больше будет, видимо, в сетевых играх криков по поводу того, что не ходи смотреть мою столицу. Нет, я все равно пойду, я тебя предупреждал, давай, убей меня. Я тебя все равно убью, я тебе говорил не ходить смотреть мою столицу. Да, написали мне в комментариях, почему я не покупаю чудо. Потому что это чудо действует на соседние клетки. Само чудо ничего не дает. Как интересно, мне его даже можно купить? Ну да, можно, но оно мне нафиг не нужно, потому что оно действует на соседние клетки. Килиманджаро дает плюс 2 еды. Видите, вот чудо представляет собой гору и дает плюс 2 пищи с соседним клеткам. Так что нафиг мне его покупать. Еще интересно, что в комментариях мне писали, мол, игра как-то не заточена на битвы, мол, мало прохода, там мало юниты ходят. Я вот смотрю, что она как раз сделана для такого постепенного развития. Вы постоянно в технологиях открываете возможность все дальше и дальше бегать. У вас появляются вот эти дороги. То есть сделали так, что к определенному моменту уже можно будет довольно быстро к сопернику приходить и начинать воевать. Здесь они, видимо, постарались убрать вот этот ранний раж, когда там начинают войны на метколуках. Метколуки, копейщики, вот как в пятой циве, да, и можно всех захватить. Здесь это, мне кажется, уже не так получится, не так прикольно будет, это не так будет выгодно, не знаю, или легко, потому что город со стенами, ну вы сами видели, город со стеной, даже с самой ранней стеной, очень сложно берется. Надо, во-первых, снять будет защиту и вообще эти города атакуются тяжело юнитами. То есть это надо серьезно подготовиться будет. Ну, опять же, это надо будет смотреть по делу. Я не думаю, у меня вот нету ощущения, что игра прям заточена чисто на развитие. Надо пробовать разные механики. Так, еще написали в комментариях, что можно переключать торговые караваны, торговые караваны переключать еще до того, как они закончили бегать. Ну, я вот не вижу этой возможности, если я даже просто его выберу, ну я не могу. Вот написано дальность торгового пути. А, это на сколько на 15 клеток по земле может бегать и на 30 по морю из Афин в Манчестер. Но я не вижу возможности переключить торговый караван до того момента, как он не перестал бегать. Так что, возможно, я где-то не там смотрю. Подскажите мне, конечно. Но нет, по-моему, нет. Спрашивают, всегда ли задания для Эврик одинаковы. Да, в каждой игре как и Эврики, так и Вдохновения будут всегда одинаковы. Это не какой-то там рандом. Это специально, имеется, ускоряет, вполне логично, типа ускоряет ту или иную социальную политику или технологию. Кстати, по поводу демографии я еще раз хочу. Я в прошлых сериях обращал ваше внимание, но вот еще раз вам покажу. Видите, примерное развитие игроков вот видно здесь. То есть, в каком месте находятся соперники по технологическому дереву. Очень логичное нововведение. Кстати, я вот еще не замечал, влияет ли количество колб и культуры на то, открыла ли другая цивилизация эту технологию. Тоже надо как-то посмотреть. Но то, что нам внизу, вот на этой временной шкале, теперь рисуют, в каком месте находятся цивилизации по технологическому дереву. То есть, вот, например, Рузвельт, он, видимо, какую-то одну технологию из этих уже открыл, но дальше не продвинулся. Норвегия, Германия, Англия, Скифия, видимо, вот все вот эти технологии открыли, но вот эти еще не открывали. Дальше Рим, Испания и Япония уже вот эти все открыли. Ну и, наконец, Я и Конго уже несколько технологий из этих открыли. И движемся дальше. Интересно, да? Ну, это социальные институты, а вот в технологиях немножко все по-другому. Видите, тут у нас вперед вырвался норвежец. Он где-то вот тут что-то уже открыл. А Конго, наоборот, отстает. Вот это хорошее нововведение, мне это очень нравится. Был вопрос, получают ли города, построенные на холмах, на возвышенностях, бонус к обороне. Да, получают. Тут даже в цивилопедии написано, но еще написали, что при этом не дает дополнительный молоток. Вот, например, видите, Аргас, он на холме, но у него тоже две еды и производство, как и в Афинах, которые не на холмах. Вот, видимо, молоток... То есть, похоже, те места, где находится город и районы, они вообще мало чего дают. То есть, вот... Точнее, вообще ничего не дают. То есть, вот эти две еды и молоток, это не от местности, где он находится, а от самого города. Видимо, ну, сам город это генерирует. Но, если на возвышенности город поставить, то да, будет бонус к защите. Ну, вот, кстати, по поводу размещения городов, смотрите, как красиво у скифов стоят все на речке. Мне примерно было... Ну, первая игра, я же не знаю, как еще все это работает. Мне надо было точно занимать вот все по этой реке быстро. То есть, Аргас я правильно поставил. Надо было Спарту, естественно, на реке ставить. А потом быстро и вот эту реку занимать. Тут вместо аквилеи... Ой, будь здоров, спасибо, ставить. И вместо дурок Артурума тоже быстренько свой город ставить. Ну, и, в принципе, написано в целом, опять же, что на берегу тоже города неплохие. Так что мне все-таки надо будет перевезти сюда город, тоже еще один на берег поставить. И, возможно, вот по этому бережочку тоже что-то расселить. Будет такая типичная Греция береговая. Ну, на этом я эту серию завершу. То есть, это были чисто такие ответы на вопросы. Те, которые вы задали в комментариях. Еще раз повторю, только те, которые были с первой по четвертую серию. Остальные серии я еще не видел, как вы там комментировали. Продолжайте задавать вопросы. Буду стараться в следующих сериях отвечать. Ну, а следующая, конкретно следующая серия уже будет опять геймплей. Спасибо, что досорели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досорели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.